речь наш сегодня о чем мы собственно анонсировали в этот понедельник пойдет про фантазии на фантазии непростые напомню еще раз что о фантазиях мы решили сегодня сказать вот я его слепила из того что было а потом что было то и полюбила пример ты погубила или погубила да то есть пример не совсем емкий для понимания расшифрую многие люди вот я в частности встречаясь с человеком неважно для семейной жизни или для работы начинаю его идеализировать начинаю свои намерения на него накладывать начинаю думать о нем лучше чем он есть на самом деле и чаще всего это происходит именно так а не наоборот и потом когда в процессе длительного времени я начинаю понимать что а вот в этом то что я думаю про человека он не так думает а вот это собственно не его намерение он его не хочет исполнять а вот здесь он меня расстраивает потому что потому а тут я разочаровываюсь потому что еще чего-нибудь и в общем целом на протяжении вот какого-то периода времени я начинаю понимать что это совсем другой передо мной человек стоит абсолютно другой я думаю как же так надо же особенно если еще какую предательство такое сюда подмешивается еще какая-нибудь интрига еще какие-нибудь вот эти вот семейные раздоры там например разводы какие-то ой тут вообще целый фильм происходит в жизни моей ну или кого-то из наших слушателей на меня не смотри на тебя не смотрю просто бы разговаривать вот и собственно от чего это все происходит потому что мы наделяем людей своими намерениями мы их иллюзируем и влюбляемся в то что мы себе представка я не хочешь поговорить об этом давай так и вот я бы интереснейший таки вот а если вы хотите то присоединиться к нашей беседе и спросить что-либо у михаила звонить 90 90 99 и 6 москвы 495 миша скажи мне как психолог пациенту я болен знаешь всемирной организации здравоохранения по странной причине объявила любовь психическим расстройством в острой форме я с этим полностью согласна то о чем ты говоришь это как раз классическое проявление влюбленности и вот мы сейчас заметь миша я уже раздеваюсь ну что к начали катя а я быстро и лет еще не наступила побежали открывать меня муж приучил к коротким прелюдия люди побежали смотреть на на нас еще показывают столица . fm мы тут и чай гоняем с мишей ну давайте поговорим на самом деле тема интереснейший действительно если вас есть вопросы задавайте потому что то о чем говорит катя все почти все через это прошли все уже обломались даже было такое стихотворение после смерти сталина 30 лет лизали жопа оказалось что не ту так что со всеми может случиться что я хочу сказать в чем проблема друзья мои вы можете даже сейчас записать это очень важные слова жизни человека важно две вещи то что он делает это что он чувствует а вот то что он думает большая роль и не играет и столько для паскать и рабочих моментов но если на скате спросить а какой тип у катя мужчина у меня женщина нравится то мы скажем примерно одно и то же хочешь я скажу за тебя и за себя а ты со мной скажет михаил ты меня не знаешь симпатичный а еще лучше вообще красивой умный остроумный сильный а при этом добрый у меня тоже самое только сиськами разница никакой почему потому что все люди хотят примерно одного и того же у всех есть светлый образ и он вообще обстоит одинаковый да и без а я даже могу потрафить катя дальше сказать про блондинок она нас блондинка то есть люди совпадают то есть нюансы конечно там кому-то он пер нравится лысые женщинами виду мужчин пузиками есть такой образ из мультяшки спасибо за пузик и кать поэтому и получается что когда мы думаем о том кто нам нравится у нас абсолютно одинаковый собирательный образ это какие-то странные инопланетные умные красивые добрые сильные все понимающие люди носящие нас на руках угадывающие наше желание укрывающие нас на ночь отделом где-то я это видел с утра кофе где-то я это видел а я расскажу где это видел но нет это детские мечты детские фантазии ребенка обделенного родительским вниманием это еще маленький ребенок хочет папа мама любили чтобы они его понимали чтобы они ему прощали вот сейчас мы ответим на звонок я продолжу эту мысль нас лара здравствуйте лара добрый день добрый день еще раз это вот независимые вот я всю жизнь старалась он кудрявый голубоглазый ну на бразильце похоже на тело это точно ваш папа и я и я хотел задать вопрос вот когда женщина уже вот а сейчас у меня пелена спала да глаз розовая пелена спала и лара любит лысых с пузиком нет вот что теперь вот это развенчание полностью развенчание идеалов вы разочарованы лар да и мужчина вообще вот и наступая такая депрессивная как не могу определиться никто не нравится ничего я вас понял я вас услышал я вам расскажу во первых давайте не понимать буквально что когда мы ищем партнеров похожих на наших родителей противоположного пола то речь идет о внешности да нет конечно внешность не играет вообще никакой роли речь идет о принципе взаимоотношения родители с вами теперь если ваш папа любил вас вы будете интересоваться мужчинами которые будут любить вас если ваш папа даже с днем рождения не поздравлял вы будете любить мужчин которых даже не помню как вас зовут вот о чем речь кудрявая они или с пузиком роли не играет я продолжу свою мысль а что человека есть рациональная рациональная это когда он ну рационально думает кто бы ему подошел да конечно мы все выбираем женщин чтобы она была хорошей матерью там женой и так далее мужчин которые будут тоже заботятся я тебе твоих детях это головой хотя а реальность такова что мы женимся и выходим замуж за совершенно других людей женщина выходит замуж за садистов алкоголиков людей безответственных людей которые не помогают я очень люблю выходить замуж за инфантилов меня прям как варя лезь да мужчины выбирают себе в жены каких-то странных женских персонажей тервозных тревожных невротичных которые все время выясняют с ними отношения с которыми нельзя расслабиться и так далее а головой тоже не этого хотят вот откуда фантазии берутся что происходит ты встречаешь какого-то реального персонажа который не обладает качествами которые ты в нем хочешь увидеть но твоя потребность получить то что ты хочешь невротическая потребность наделяет его ну как правильно какими-то идея и идеализированными что лида качествами которым он действительно было это все правильно говоришь он не этот человек но влюбленность она нашим интересно а нас от к любви не имеет никакого отношения тебя интересует не он как человека своей фантазии тебя интересует твой образ который к нему и ты вообще вы не понимаешь ты его не знаешь не понимаешь и не хочешь понять ты живешь с вами переживаниями и то есть влюбленность любовь это вообще уже другое штамптина вопросы не такой про фантазии есть у ее мужчины такая ненравящая сети не фантазия он добавляет себе в социальных сетях девушек и знакомых и незнакомых не общается с ними не встречается просто иногда смотрят причем это было всегда раньше тина по глупости ревновала и дергалась но ей популярно объяснили что мол мужчина ее мужик и лучше он посмотрит чем пойдет налево как это расценивать спрашиваете на что это физиологическая его потребность смотреть или ему не хватает меняя или он хочет пофантазировать правильно ли будет если я буду настаивать что мне это не нравится ведь по сути я буду давить на его свободу скажем так не криминальную свободу с благодарностью ждет ответ тина миша хорошее вопрос у тебя да ну давайте отвечать прямо на вопрос вот ты можешь еще раз перечислить что сказала тина какие причины она указала уж я их не запомнил причина чего вот почему он это делает а вот это может быть я мужик не лучше я посмотрю она спрашивает это может быть это может хочет пофантазировать до принимается не хватает меня не хватает тебя тина физиологическая потребность смотреть я логически потребность смотреть тоже принимается правильно ли будет если я буду настаивать что мне по а вот тут уже интересно так как кино не является не мамы этого мужика не его лечащим врачом и психологом то есть честно говоря все равно почему он это делает все причины которые тина указала они все абсолютно но могут иметь место да они все абсолютно реально и тима не хватает самое главное что она беспокоится это тоже правда и фантазии есть у парня это же правда все правда но кино как и многие другие люди совершает огромную ошибку они спрашивают почему он это делает это неправильный вопрос вообще да не почему да какая вам разница почему вы должны смотреть строго в свою тарелку а ваши тарелки вам это не нравится вы же как говорите но мне это неприятно и дальше кино сона вправо ревную дергаю могу ли я что могу ли я настаивать на том что это не конечно любой человек имеет право чувствовать то что он чувствует его правота на самом деле это его род чувства и больше ничего но для тина важна свобода нет тина не может идти в ущерб себе даже ради свободы правильно потому что она нарушает свою саму ну конечно тела должна вести себя так как ей ну естественно если это неприятно вот сейчас мы к самому интересному перейдем почему тина не говорит об этом и не решает проблему а потому что тина будет об этом миллион раз говорить потому что предположим возьмем такую ситуацию кино ему говорит мужчина мне неприятно что добавляешься и сети разных баб я ревную я понимаю что видимо тебя мне не хватает на мне плевать что ты мужик потому что это тоже отмазка и считаете хочу сказать что все мужики добавляете каких-то странных женщин живя сквозь другой нет к мужик ей говорит а я вообще не хожу на лево не доверяешь а мужик говорит слушайте все объяснил не морочь мне голову эти все уже сказал вот тут возникает вопрос и чё делать чё делать правильно вот по этой причине тина ничего и не делает и миллионы людей которые нас сейчас слышат еще не миллион у нас слышат но почти десятки сотни тысяч они по этой причине тоже ставят на дошой долг а по многу раз говорят об одном том же почему или вообще не говорят потому что они не готовы решение принимать если тина чувствует что я это неприятно а мужчина игнорирует ее интересы я даже не берусь говорит что и надо делать это тинина дело не моё но ее надо принимать решение либо ты это терпишь либо и не предъявляюсь никаких претензий либо ты принимаешь решения сразу катаешь ты не можешь терпеть ты можешь только принять эта ситуация то есть она тебя должна устраивают но терпеть ты не можешь я соглашаюсь с тем что мужик смотрит на чужих голых баб меня от совершенно не волнует меня это не трогает я не ревну и это вообще мой мужик и я в любой момент могу из этого стола его от компьютера отдернуть и на него там напрыгнуть например и и вроде когда вроде когда все могу вроде как чужих баб вообще вот в квартире нет то есть ты хочешь сказать что тебе все равно что размещает у себя в сетях берет в друзья ну вот как это принятие вот к этому ну вроде бы доброта почему-то должна принимать лучше не могу принять а завтра мужик скажет слушай я тут подругу привел тоже не возражаю да пусть он сам дам поживем втроем займемся и ты сейчас засидишь и думаешь так надо разобраться в проблеме я же не ревную но чё пусть придет он же свободный боже мой мужик тем более я сама за свободу нет один так это не работает люди должны жить так как им комфортно если не комфортно его действия она ему говорит об этом один раз если он не реагирует на и действия она их не принимает за ней решение обрати внимание я сознательно вот тут ухожу вопрос от того какое решение я вижу что ты сознательно уходишь у меня она висит на языке мне прям хочется его сказать не буду не буду говорить фантазии это но ты называешь словом фантазии и в общем то в прямом смысле это действительно фантазия но в каком-то смысле это непонимание людей неспособность разбираться в людях неспособность понимать человека его характер и так далее приведу тебе очень интересный пример как-то в ко мне в консультации много лет назад обратилась женщина которая была в третьем браке и в ней был перелом основания черепа который ей устроил третий муж когда мы стали разговаривать оказалось что первый муж ей на свадьбе сломал руку а все трое мужей были алкоголиками я спрашиваю женщина вы как вот замуж выходили за алкоголик 5 михаил вы не поверите первый раз мне было 18 лет я вообще не понимала стало смешно я говоря третий раз это михаил вы не поверите когда мы встречались он не пил потом мы дальше разговариваем и здесь выясняется что папа женщина тоже алкоголик что происходит в такой ситуации она реально не понимает разницы между трезвенником и алкоголиком она не понимает разницу между добром мужчины и садистом почему потому что я папа алкоголик был крайне агрессивной и в общем-то бил всех членов семьи и когда она встречается с мужчиной то она головой вот что такое фантазия представляет другого человека и отказывается но бессознательно принимать реальность что это алкоголик да еще и агрессивный ты спросишь а может она действительно не понимала нет катя это даже на первом свидании бывает люди прокалываются это видно человека у нас ирина на линии мы как раз узнаем есть ли у нее вопрос ирина слушай да здравствуйте вы знаете у меня есть вопрос такое разочарование сейчас жизни случилось встречалась и встречаясь сейчас с молодым человеком все прекрасно замечательным и вместе он достаточно много зарабатывала все было очень очень здорово до того момента пока мы не стали жить вместе стали жить вместе и собственно говоря терял работу не получается никаким образом его вдохновить чтобы снова он начал как-то что-то делать вот он потерял интерес ко всему и я вот честно говоря не знаю что мне сейчас делать вот ирина а вы достаточно зарабатывать чтобы вы выжили вместе ну мне кажется что 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 я зарабатываю неплохо но есть к чему стремиться то есть критичного ничего нет вам есть на что снимать квартиру есть что кушать если во что одеваться путешествие да конечно то есть тут проблема она не финансовая тут проблема заключается как раз таки в том что мне становится с ним скучно не становится неинтересно я не знаю что делать я ничего не могу с тобой поделать это это ваш вопрос рима вам делать да что делать не смотрите его не как опять давайте вернемся как и в случае с тиной вы не его лечащий врач хотя судя по описанию в плане может быть депрессия человек который лежит не ходит на работу ничего не делает теряет интерес к жизни это или остыне или более таскать серьезные формы депрессия но я есть очень простые правила по которому человек а должны белый то что UK б должен не делать то что он не хочет и самые интересные в должны сразу говорит что ему не нравится так проблема там что иран это разочарование ничего не нравится никто не нравится они апатие и видим где пусть она решение прине у него не у него не у неё её парня нервы че а на один металла навсиха сказала что но ее даже можно понять что у нас перестал быть интересен потому что на куда-то двигается на что-то хочет на место стоит на месте ничего не хочет да ну качек стоит на месте он по-любому будет деградировать какого места не существует так вот она говорит о том что ей уже с ним скучно дальше начинается вопрос атакой ты не толкай с одной стороны мне скучно с одной стороны он ничего не делать за в страну он реальный таскать не знаю мой там жених любовник а никого другого у меня нету и мы с ним квартиру вместе снимаем и так далее вот тут начинается люди уверены ведутся определенным образом они верены другим уверены ведут себя так как им свойственно то есть они идут дальше потому что а ира его не любит он и видимо стал раздражает и она в нем разочарована но давай вернемся к началу к нашей теме ведь ира наверняка его наделила всеми качествами которые она полюбила и наверняка она представляла его совсем другим каким-то таким очень активным очень развивающимся очень полезным для нее и интересным почему интерес то пропадает потому что первоначально он был ей интересен и ей хотелось чтобы он был и дальше интересен она постигала его знание его там игры разума и хотелось большего 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 а он вот давай парню тоже немножко скажем пару хороших слов чем прям как не люди то может быть он такой был ты знаешь может быть его настигла депрессия как заболевание да то есть что-то с ним произошло на беру в этом случае мы уже ирина отправили вместе с ним да ты правильно предложила ей пойти хотя это не она конечно должна делать а он но она хотя бы его может дорогу указать надо не психологу с депрессии психологу не надо психиатру конечно так вот я хочу тебе сказать что бывает вполне себе активные люди которые вдруг попадают в депрессию да то есть вчера человек был очень активный а сегодня на что он туда попадает в первую очередь перфекционисты которые проигрывают не умеет ибо все жизни получалось все шло прямо вот все лучше и лучше и вдруг раз и облом а чек не готов к облома для развивается депрессии если это тот случай то или не надо бросать парня они вместе если он конечно будет заинтересован вылечиться и он будет идти дальше а если он такой по жизни то о чем ты говоришь она наделила его свойствами которых не вообще отродясь не было а дальше дальше еще чем можно выехать за счет разницы возрасте когда ты сильно старше девушки на дате и так в рот будет смотреть за счет то что надумает что ты такой и потолковый мудрый умные все понимающий а когда начинается я так все как многие женщины со звездами начинает жить они думают вот это да а как-то уже ближе к делу думают это что такое я даже помню вот такая смешная статья какой звали то господи знаменитая американская актриса и должна какая брата звали а сама не могу сестра урона бить и вот моя любимая актриса одна из любимых короче она была замужем за нашим известным режиссером андроном кончаловским отчего родилась книга огромная такой том целый за что не люблю русских мужчин например и моему же андрона кончаловского господи вспомнил скажу как вызвали а вспомнил шерли маклейн и она человек который всю жизнь работает да она там лауреат вам оскаров она с очень раннего возраста снимается снялась там больше чем сотни фильмов а кончаловский который очень-то очень хороший режиссер я большим уважением отношусь его раннему творчеству них поздним и так вот который приехал в голливуд наш лежал на диване я день и меня не понимают дайте мне работу вот это вот наш началась отечественная в это лёд задницу подняли пошли работали ты ты не понимаешь ваша фабрика а я же штучный товар я же выдающийся очень режиссер и вот она и отсюда то есть видимо переутомилась свое время от такого отношения к жизни она привыкла пахать кстати потом кончаловский тоже стал работать нормально это мне 1 видимо вот такая реакция на америка молодой чем приехал туда но вот она об этом сказала что за что я их не люблю например его мужа залежание на диване за постоянно чувство депрессии ощущениях и никто не понимает вот и сейчас похвалил минуту назад наших мужчин а теперь опять поругал и сам себя наверно тоже подруги выше на критичься конечно я тоже бываю ленивый а ты знаешь и блажная история по моему если я не вру пушкина просили описать русский характер и он вот то ли это был гневич то ли крылов не помню человека который с одной стороны лежит и ничего не делал с другой стороны на спорт за ночь греческий язык выучил это 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 вот есть в русском характере что когда надо мы можем свернуть горы а вот когда не надо здравствуй деваться телевизором давай спросим у ольги что она думает какой вопрос оля здравствуйте простите я наверно тот случай когда нужна помощь мне ну не знаю давай психолога я вот сегодня сейчас с мужем разъехались разные стороны подали на развод и 3 числа нам назначили развод в июне и я понимаю что по-другому я не могу инициатор была я и с другой стороны у меня какое-то жуткое ощущение что я виновата правильно ли я делаю ситуация следующая молодой человек у меня 43 ему 39 то есть разница небольшая она не ощущается но он меня никто не понимает ни в родними среди друзей симпатичный высокий стройный зеленоглазый километровые ресницы не курит не пьет матом не ругается верующий что мне еще надо но дело в том что его увлечение я не могу сказать по-другому потому что я может быть еще это не прочувствовала религии настолько глубоко зашло что наверное проще было бы соперничать с какой-нибудь подружкой или с увлечением малют нам и даже это понять простите как то с тем что сейчас происходит я бороться не могу принять мало два что религиозный религиозный фанат ему я встретила совершенно другого человека пять лет назад то есть это не первый год мы с ним общаемся познакомилась гастарбайтером работал скалывал молодой веселый вытащил меня вот как раз из такого состояния депрессивного после первого развода прекрасно отнесся к моей дочке подружились я помогла ему в той ситуации когда бывшая жена не давала ему с его ребенком общаться мы ездили в саратов весь медовый месяц прежде туда-обратно я с рулем 6000 километров наярили за месяц выиграли суд чтобы он мог общаться с мальчиком чтобы она не выкидывали свинки потом как бы ситуацию пришлась она вышла замуж родила второго ребенка настолько нет времени их богатая биография извините да он просто ушел где-то через год полтора однажды поговорив с соседкой по поводу бога стал этим интересоваться одну службу посетил вторую потом у нас посты бесконечные потом хорошо в чем ваш вопрос проблема в том что я теряю человека как мужик от мужчин я понимаю еще раз чем ваш вопрос могу сделать вопрос то что мне плохо от этого это не вопрос это давайте попробуем воля вы же если вы не можете вернуться вы приняли решение вы даже дошли до суда значит вы сделали все правильно вы не можете это принимает значит вам это не нужен но и поэтому спокойно с этим нужно я хочу добавить еще пара слов оля значит почему оля она очень конкретно выразил по поводу чувства вины то есть воля чувствовать себя виноваты в том что она расслабила брак что это вообще такое да чувство вины состоит из двух вещей это острое неприятие себя то есть воля себя и как не любила к сожалению так и не любит воля решила что встретив принца это тоже наше заблуждение тоже наш фантазия она избавиться от депрессии нифига и оля как раз яркий пример что проблема была не решена клин клинам не конечно моля решила что парень в ее жизни появился и сейчас все будет по-другому нет тоже не можете гриппа вылечить выйди замуж правильно так это грипп не лечит так вот а что произошло оля не уверены в себе это вторая причина чувства вины она сделала поступок и теперь она пытается дать обратный ход и по может быть не надо было он вроде без недостатков во первых это серьезные проблемы психически религиозный фанатизм ведь об этом говорит оле а самое главное если оле некомфортно она должна делать то что она хочет только даже заплакала в конце друзья мои если вы хотите научиться быть решительными то вы должны начать уважать свои выборы вы должны начать уважать свои решения воля приняла решение конечно когда она принимала решение мне были причины и эта причина не то что он там изменил еда это системная проблема она вообще не может с ним жить он стал судя по описанию фанатам религиозным ей тоже бы не подходит она стала ревновать его к религии как там анекдоте пошло-поехало неважно олег сказал что это для меня невыносимо я проигрываю соперничество религии я хочу это закончить что произошло дальше дальше оля стала сомневаться правильно ли она сделал друзья мои а люди с низкой самооценкой вообще себе не доверяют это их проблема они принимают решение потом 10 раз передумывает вы будете ходить по кругу всю жизнь до тех пор пока вы не поймете что это реальная проблема как из нее выйти очень просто приняли решение просто доведите его до конца не ломайте голову не анализируйте правильно неправильно если вы принимаете решение все что вы должны сделать вы просто реализовать дальше не возвращаясь почему вы это сделали раз вы сделали значит вы знали зачем и это даст вам возможность и решение принимать и и главное быть в себе уверенным повысить свою самооценку ирина 38 лет из москвы пишет нам добрый день михаил как вы считаете не вытеснеет ли мечта реальность если да что с этим делать вытесняет и вытесняют у тех девушек которые это тоже интересно очень тема который дальше фантазии никуда не идут предположим работает девушка в какой-то коллективе нравится и какой-то коллега да вот с ним работает два работает она даже не подойдет не заикнется не предложит ему не кофе попить ничего почему потому что ей достаточно фантазий потому что нас живет в каком-то внутреннем мире представляя себе их отношения которых нету почему она боится отказа это опять история страхах она боится отказа и поэтому она держит себя паскать в руках и тогда ее фантазии действительно заменяет реальность я молчу про те кто сидит в интернете на сайтах знакомств а вообще одни виртуальчики они вообще живут фантазиями друзья мои если вы хотите полноценной жизни идите в полноценную жизнь закрывайте свои аккаунты в этих соцсетях знакомств подходите коллега вы говорите что они вам нравится лицами пить кофе вообще ведите себя так как вам хочется и тогда вы вернетесь в реальность на звонок да да виктор слушаем вас здравствуйте здравствуйте уважаемые ведущие я хотел бы вас отвлечь немного от вашей темы основной вернуться по вчерашней просто вчера конец программы застал и к сожалению столу звонить я вчера виктор вообще спал кто-то наверно был может повторка как он не суть важно тема была а невротиках насколько помню у меня большая проблема с родителями там по описанию того что я слышал а сколько вам лет виктор мне 27 лет вы живете с родителями нет я вот несколько лет назад от них уехала а чем тогда проблема проблема что постоянно мне приходится возвращаться туда и решать какие-то их проблемы зачем потому что как вам сказать я бы с удовольствием этого не делал но но она или поздно доходит до того что там начинается такой кризис который не вмешиваться просто не возьму например ну например сейчас набрал там кредитов кучу каких-то может их отдать просто еще и приходит ко мне говорит давай продавать квартиру сумок но это его квартира ну там три четверти мои 1 4 он заберите свои три четверти отдайте четверть своему папе и пусть он играет на эту четверть хоть в казино как вариант я вам предлагаю ваш родитель на его моложе меня сколько лет вашему папе 63 года нет постарше конечно тем не менее это еще относительно молодой человек да он даже не пенсионер он вполне там может чем-то заниматься еще нормально у него там пенсия тоже неплохая но как бы виктор не решайте чужие проблемы отделите себя от проблем своих родителей папа ваш может быть вполне игроком в душе знать есть такие люди которые не понимают границ да это вкладывает куда-то деньги непонятные и возрасту в сожалению не помогает им осознать что они занимаются глупостями вы папе скажет чтобы он этого не делал на будущее сейчас как-то делите себя обезопасить столь и обезопасить то вроде более-менее может и получится но потом рано или поздно они все равно когда там все закончится что можно проиграть придут ко мне и а что с вашим папы происходит он что у вас игрок лудоман столь и почему он не стоит не знаю почему возможно так всю жизнь жил до насколько я знаю покупал акции ммм ммм наверно не покупал но в долги влезал довольно часто понятно но это психология такая папа но это не ваша жизнь а его притом что он ваш родной отец и вы его любите тем не менее такие проблемы он должен решать сам это мое мнение ваша задача просто отделиться от этих проблем потому что у психиатров и у наркологов есть копать и как созависимость кстати себе что уже это в семье алкоголика да папа пьет а вся семья страдает это созависимость данном случае папа там и не знаю играет влезает в кредиты что же является часто игрой остальные созависимые должны расплачиваться нет виктор не должны а мы желаем вам счастья и хороших выходных